Вставать йодам сеточку на запястье и смотреть, как она исчезает. С помощью такого народного теста Юлия проверяет маму заодно и себя. В последнее время жалуется на утомляемость и сонливость. Лисунок вскоре пропал и подтвердил результаты анализа в клинике. У меня оказалось, что у него не хватает йода. У меня не хватает. Как раз по сетке, если она быстро пропадает, то можно понять, что и не хватает этого элемента. Впрочем, медики таких дедовских способов не признают. Говорят, скорость всасывания йода зависит от состояния кожи. А то, что этого микроэлемента нам не хватает, давно не секрет. 80% россиян живут вдали от моря. И вместо 100-150 микрограммов йода в день получают от 40 до 80. Йод нужен для того, чтобы построить гормоны щитовидной железы. А гормоны щитовидной железы нужны каждой клеточке. От мозга до костей. И поэтому беременным женщинам уже императивно врач назначает лекарственный препарат йодидокалия. Из-за нехватки сырья щитовидка увеличивается в размерах. Меняется ее структура, происходят гормональные сбои. Страдает сердечно-сосудистая система, ухудшается память, умственные способности. Дефицит йода – проблема для многих стран. В Советском Союзе с ней боролись, йодируя соль, вводя в рацион продукты, важные для профилактики йода-дефицита. Это морепродукты, это рыба, это различные орехи, бобовые продукты. Вот как раз все то, что достаточно полезно с точки зрения вообще ведения здорового образа жизни, с точки зрения правильного питания. Понятно, почему полки советских магазинов ломились от консервов из ламинарии. В 50 граммах морской капусты – суточная норма йода. Но водоросли на любителя, а морепродукты сегодня не всем по карману. В ряде стран сделали проще, в пищевой индустрии применяют только йодированную соль. Вы не едете в Австрию или Турцию со своей не йодированной солью. И не отказываетесь от той еды, которую вам дают. Ее дают на йодированной соли. Это ликвидированный йодный дефицит. Обычная соль, конечно, останется, уверяют специалисты. С йодированной не заквасишь капусту, не засолишь огурцы, да и борщ нет смысла ею солить. При нагревании соединения йода распадаются. А вот в производстве, например, колбас добавка не помешает. Любимый сервелат станет не только вкусным, но еще и полезным.